Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Авориан 2.0 на сложности безумия, и я не на запись немного покопал, решил разобрать такие турели, которые у нас собрались с начала игры, чтобы сделать новые утилизационные турели и новые, может быть, добывающие, наверное, пока утилизационные только, потому что в нашем соседнем секторе, с нашей шахтой соседним, да, есть неплохие турели, добывающие и утилизационные, которые, да, можно разогнать до 95, до 97 в случае добывающих процентов эффективности, и это неплохая замена тем утилизаторам будет, да, к примеру, которые мы потеряли в прошлой серии, весьма неплохая, поэтому я разобрал все турели, которые у нас были, ну, почти все, почти, самые только хорошие оставил, которые могут пригодиться где-то, и получил целую гору разных материалов, потому что из определенных типов турелей падают определенные типы материалов, и пришлось еще докупить, например, тех же лазерных компрессоров, лазерных модуляторов и линзы для мощных лазеров, я купил на... Их там выпало от 8, по-моему, до 20 штучек было вот этого всего, ну, и я докупил так, чтобы хватило на 20 турелей, вот, всего остального, да, много довольно падает, плюс еще там тонна металлолома выпала, я просто продал, не продал, а выбросил, мне лень что-то было продавать, лететь. Вот, и 10 турелей я уже сделал, один утилизатор я собрал, он уже работает потихоньку, мы сейчас соберем второй, вот, утилизатор один, я пока его сюда отправил, тут ему относительно безопасно, и эффективность у него лучше здесь, чем вот здесь, в старом месте, где мы добывали, он тут больше почему-то добывает, ну, короче, не знаю, в общем, сейчас мы второй соберем, немножко позже, да, и отправим два этих корабля, два новых утилизатора с хорошими турелями на нитовыми, по максимальному писку моды, который мы можем себе позволить, да, все это организуем, вот, и после того, как я собрал эти турели, я решил немножечко поэкспериментировать и пошел искать босса ИИ на нашем масштабе, на нашем основном корабле, кто там, пиратики, на нашем основном корабле, вот сюда я хотел нажать, да, где-то вот тут он у меня отдыхает сейчас, пару раз еще грохнул ИИ. Мы в прошлой серии уже видели этого босса, да, без проблем с ним справились, но мы это делали с пристыкованным кораблем дополнительным, да, к нашему основному, вот, а сейчас я просто основным попробовал посмотреть, мне было интересно, справимся мы или нет, ну, и сейчас на запись мы еще тоже несколько раз, может быть, грохнем ИИ, чтобы посмотреть еще что интересного из него падает, вот, и давайте сейчас быстренько соберем, что у нас вот тут. Ну и да, новый хлам, новые турели вот эти уже тоже собираются, новые модули, я еще модули не на запись пообъединял в лаборатории, это такая морока. Я видел, наверное, с модами парень какой-то играл англоязычно, у него была кнопочка автоматическая сборка в лаборатории, и он на кнопочку нажимал, и все модули одинаковые автоматически, все собирались сразу, вот. И, да, вот тут вот странная тема такая, открыты все вот эти вехи на постройку корабля, даже с 15 ячейками сабсистем. Мы в прошлой серии начали строить на верфи вот такой вот корабль, давайте мы на него переключимся, вот такой вот корабль, Строился он, я не знаю, наверное, час-два, может быть, даже учитывая, что мы в прошлую серию его начали строить, потом еще он строился какое-то время после записи серии. Вот такой вот корабль, да. Я, мне кажется, что это все-таки баг, а не фича, и я этим кораблем пользоваться не буду, потому что, реально, у нас есть возможность строить на верфи корабли, несмотря на наши доступные технологии для строительства, да. Мы можем сделать корабль невероятных размеров, давайте включим характеристики, и при этом мы можем даже выбрать, делать его, например, из Наонита, и у него будет уже корпус на 1 миллион и 600 тысяч щита. И как бы, ну, стоит он всего там 20 миллионов по немного ресурсов, то есть, ну, мы без проблем, да, можем создать такой корабль. Но, блин, это просто рушит всю вот эту вот прогрессию с строительными технологиями. И мне кажется, что это, это катастрофа, это баг, которого быть не должно, потому что он просто идет вразрез кардинально с новой геймплейной механикой, да, с новой системой прогрессии. И этот корабль интересный, он не поворачивается почти. Ну, мы его из железа сделали, понятно, да, он тяжелый, 10 миллионов мы за него отдали. Но, в принципе, еще разгоняется он более-менее, так летает тоже более-менее. И, как бы, как бы, по-моему, это слишком жирно и, да, и просто убивает всю эту новую механику со строительными технологиями. И, да, поэтому я этот корабль сейчас просто разбираю. Там 400-500 человек экипажа. Мы все это дело просто удаляем, да. По идее, 10 миллионов, 9 миллионов нам должно вернуться. Давайте мы даже вот так вот сделаем, чтобы наверняка 9 миллионов нам возвращается точно. Железо и... А-а-а, мы не можем его уменьшить из-за того, что нет у нас строительных технологий. Типа, ну, ладно. Мы, опять же, да, не можем его изменять. Не можем, например, турели поставить на этот железный корабль, наонитовые, потому что не можем нигде блок никакой заменить сейчас. Но если мы его сразу сделаем из наонита за 20 миллионов, то у него будет и невероятная прочность, невероятный щит, и мы сможем поставить текущие вот турели, которые, да, нам доступны по нашим строительным технологиям. А можем выбрать и даже сразу сделать его из Тринья, да, и поставить на него сразу Триньево турели без проблем. Без проблем. Если Тринья нам хватит, да, накопать немного Тринья еще нужно будет просто... Ну, нужно, если бы мы так и хотели сделать. И летать на Триньевом корабле с Триньевым турели, не имея технологии строительства из Тринья. Три... Три... Тринь, да? Вот так вроде. Ладно, удаляем и будем надеяться, что бабки мне вернутся. Да, 10 миллионов, все, что мы потратили, в принципе, нам вернулось. Это хорошо. Это хорошо. Вот. Вот этот склад меня немного смущает. Я на него поставил только одну турельку утилизационную. Какая-то простенькая там турелька такая была. Что дало этому кораблю там каких-то 153 Ома. Ну и вроде нету у него треугольника, что он типа слабый. Наверное, из-за прочности. Прочность тоже, наверное, в этот... Вкладывается в силу типа корабля. И просто если тут нападают пираты, то мне немного страшно за него. Мы можем... Перекинуть все добро. Давайте мы, наверное, создадим сейчас турели, кстати, сразу, да? И потом все ресурсы, они нам в ближайшее время, я думаю, не понадобятся. Другие турели я создавать сейчас не планирую. И мы ресурсы на нашу шахту выгрузим. Я думаю, может, достроить там на шахте нужно будет чего-нибудь. Этот корабль складской мы разберем. Просто чтобы он не это самое... Не телепался здесь в воздухе. Чтобы не было шанса, что его пираты где-то сольют быстренько. Ну, тут пираты не сильно... Сильные, да? Но все равно. Постройка турели нас интересует. И утилизационные, грубые вот эти вот утилизаторы, да? По максимальной комплектации. Я не знаю, насколько урон в секунду и дальность влияет. И нужна ли она вообще для заданий. Но мы сделаем, сделаем. Давайте. Клац, 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 клац. Все. 10 штук готово. 2 с лишним миллиона мы потратили. Чисто на создание этих турелей, да? Не считая тех материалов, которые мы потратили. Но это все равно как бы немного сейчас. С учетом того, что нам торговец тут торгует. Что дурной. То это немного. Ну и где ты тут торгуешь? Давай. Все. Выторговался уже весь. А, ну вон, нормально. Полмиллиончика за 20 минут легко. Так. Да. Прыгаем. Дальше вот этим вот кораблем. Для начала. К нашей шахте. На корабле у меня модули стоят, которые надо будет еще снять. Ну ладно. Сейчас я выгружу ресурсы. Потом вернусь в этот сектор. Сниму модули. И тогда можно будет этот корабль разобрать. Пока он нам в принципе не нужен. Лишь бы на шахте место было. Ну мы сейчас достроим грузовых контейнеров. Я думаю без проблем. Мы же можем на шахту выгружать все что угодно. Я так думаю. А, шахту я еще не передвинул. Надо будет может быть ее сюда передвинуть все-таки. Ну полетели. Короче. Разгрузимся. И да. Ребята посоветовали в комментариях к прошлой серии. Как раз я там задавался вопросом. Что лучше с турелями сделать. Вот. Да. И ребята посоветовали объединять турели. Потому что чем выше качество у турелей. Тем больше шанс на выпадение более ценных. Более редких материалов. Более полезных. И в следующий раз наверное так и буду делать. Сначала пообъединять. Пообъединяю все белые, серые. Там турели более высокого качества. По возможности. И уже потом буду их разбирать. Так. Обменяться товарами. Тут у нас уже 16 миллионов. Заработала эта станция. Я ее немного улучшил. 4 миллиона вложил в дополнительную эту. Как она называется. В дополнительную линию производства. Стоп. А мы не можем скинуть все-таки в шахту ничего. Переместить груз. Вот так вот мы можем скинуть. Да. Вот так барахло. Вот это вот все. И по идее, если мы сейчас просто достроим немного грузовых контейнеров. Из титана наверное. По 48. Что-то я. Во, нормально. Почему? Почему по 48 стоит? Сброс барахла этого. По умолчанию. Во, нормально. Хватило места для всего этого дела. Еще немного места для дополнительной руды. Есть. Хорошо. Теперь полетели. Этот корабль я наверное разберу. А, хотя что его разбирать. Мы же можем из него этого, утилизатора сделать. Надо будет капитана просто поменять. И можно будет отправлять его на утилизацию. Уберем вот эту вот турель. Очищающий. Железный утилизатор. И поставим десяток наших утилизаторов. Вот этих, которые мы. Свежесозданных. Поставим сюда пластину. Из... Наанита. А, да. Надо сначала добавить сюда еще модулей. Правильно? Вот это мы пока убираем. Это все нам не надо. Уже. Это тоже нам не надо. По редкости давайте. Хочу я... Такой модуль сюда ставить. Я думаю, что нет. Нам надо как раз модули на небоевые турели. Боевые. Автоматические. Универсальные. Универсальные. А небоевых у меня и нет почти, да? Есть вот такие вот небоевые. По четыре. А нам их надо двадцать поставить. Двадцать слотов, чтобы у нас было. Наверное, я... А, ну универсальные такие же точно получаются, да? По те же четыре. Ладно, пока ставим. Вот эти. Восемнадцать. Вообще, я думаю, восемнадцати должно хватить. Как бы, что уж там. Я не помню. По-моему, утилизатор не дает нам прибавку к двум турелям, да? И только шахтер дает. Давайте сейчас еще шифт-х. Симметрию врубим. И... Четырнадцать. Шестнадцать. Восемнадцать. Ну вот как-то так. Теперь нам надо защитные турели поставить. Четыре штуки. И одну боевую можно тоже влепить. По идее, да? Две по бокам я поставлю. Одну сверху, одну снизу. Четыре штуки. Вот как раз вполне хороший вариант. Вот это вот против истребителей мне не нравится. У них дальность вообще никакая. Три-три-три. Это хлам, который тоже на разбор пойдет. Это барахло опять навыпадало. Давайте, может быть... Ну вот это на пять, ладно. Пусть будет. Вот так вот поставим. И одну боевую. Что у нас тут боевое есть? Вот эти вот утилизаторы, они в принципе сами по себе дают неплохой ДПС. У них по двести шестьдесят пять. И десять штук. Ну, у нас не десять, да, поменьше, но все равно. Весьма неплохой ДПС выходит. И давайте, может быть, какую-то пушку поставим, типа... А, у нас один слотик. Тихо, надо выбрать что-то на один слотик. На один слотик лазеры. И... Пойдет. А, стоп, это не один слотик. Да, два. Че я не туда посмотрел? Вот такую пушку можно поставить. И знание туда и пусть стоит. Окей. Все. Корабль, в принципе, готов. Сейчас мы на него персонал наймем необходимого. Немного. И... Надо будет сейчас... Капитанов поискать. По заданию Чебурашка ищет друзей. Где там? О! Вот. Вот сколько друзей мы сегодня можем найти. Ммм. Я полетал, да. Полетал, поискал вот эти задания. Большая из них часть шахт все равно. Потому что шахт в этом мире, кажется, больше всего. Но все равно надо будет поискать, полетать. Ну, это сейчас мы так, вне записи, в режиме паузы такое сделаем. И только результаты посмотрим. Так, что я хотел... А, да, я хотел экипаж нанять. Давайте наймем... Вот так. Наймем вот так. Все, нам хватает. И еще один утилизатор у нас, в принципе, готов. А, мы еще можем добавить пару модулей ему. Все-таки, да, можем. И я даже... Не знаю, что утилизатору можно добавить такого, чтобы с пользой было. Трюм... Расширить может... На, вон... 20%. Ну, в принципе, да. Трюм там тоже важен. Мне вот такой вот модуль, наверное, поставлю. На прыжки не надо, защитный... Не хочется защитный никакой ставить, конечно. Пока что, во всяком случае. Щитов нет, да? То есть, на увеличение щитов мы ничего не поставим. Все равно. Давайте я сейчас переключаюсь на наш боевой корабль. Мы первым делом сейчас попинаем немного ИИ. Потом полетим искать друзей. А потом... Давай сейчас через режим путешествия отправим... Вот этот корабль сюда. И потом... А, стоп! Фу ты, там у меня нету этого. Капитана еще, да. Нам нужен для начала капитан. Ладно, оставайся пока там. С такими пушками, в принципе... Не страшно, что его там... Что с ним что-то случится. Ладно, да. Давайте тогда мы по-быстренькому сейчас подфармим ИИ. Поищем пару раз хотя бы грохнем. С ним долго возиться... На данный момент. Но хочется немного барахла с него еще получить. Вот. И из интересных каких-то штук, которые выпали из нам из прошлых. И это только одна вот такая вот турель. Для артиллеристов с трясущимися руками. Самонаводящаяся турель. Турель. Ну, турель, да. Пушка. Большая пушка. С относительно неплохим ДПСом. Да, стандартные 100 с копейками получается на слот. Вот. 15 дальность. И, в принципе, кроме самонаводящихся нарядов здесь ничего нет. Но это неплохая тема. Я на этот корабль сейчас наставил всякого разного на 4000 с лишним Ом. Вот такая комплектация. Щит с восстановлением на 35% раз в 5 минут. Вот. И все в основном просто на боевые турели. Ну, и один модуль на прыжки, чтобы чуть удобнее прыгать было. Вот. Как-то так. Такой у нас сейчас корабль получается. Без трюма, без ничего. Но это наш стандартный пока кораблик. Вот. И мы ищем точно так же, как и первого босса с Вокса. Главное просто найти территорию, где спавнится не с Вокс уже, а ИИ. То есть, С Вокс у нас тут был и спавнится уже здесь без проблем. И мы теперь просто прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять прыжков. Вот. И по дороге мы точно встретим ИИ. И попробуем, да, сейчас его на запись разобрать без второго корабля. Который давал нам весьма неплохой щит и неплохое прикрытие. Сейчас мощность этого корабля подросла немного. Наверное, где-то на тысячу больше стало. И я, кстати, поставил по бокам маленькие две турельки с каждой стороны. Лазерные. Лазерные и плазменные. На автоматическое ведение огня. Вот эти вот турели. Помимо вот этих вот оборонительных, которые тоже, в принципе, постреливают неплохо. Неплохо. Нормально они стреляют, слушайте. У них дальность десять и урон по пять, по восемь даже иногда бывает с выстрелом. Бывает? Наверное, по восемь не бывает. Но, да, по пятерочке иногда настреливают. Давайте сейчас заберем. О, о. Из титана. Из триния турелька. Тоже, да, вот из триния, казалось бы. И даже, даже ста ДПС на слот нет. Ужас. Ужас. И что-то мы еще можем забрать. А, ну да. А, это шахтер же полностью правильно работу закончил. Давайте мы сейчас его еще отправим. Добывать руду. Вот здесь. Я не успею. Ладно. Погоди. Погоди. Так, шахтер. Добывать руду. Вот здесь. На семь часов. Да. Мы один корабль добавляем. И все равно сто процентов шанс на засаду. И так до девятнадцати немного уменьшается. И все. И вот здесь у нас тоже турели не очень эффективны. Мы могли бы на тридцать процентов больше всего вот этого получать. Ну ладно. Пока стартуем. Будем надеяться, что их не постигнет та же судьба, что и наших утилизаторов. Но если с ними случится беда какая-то, то я с удовольствием их заменю. А так пока пусть работают. И вот ИИ. Так. Давайте мы сейчас немножечко постреляем его. Немного ближе подлетим. Там у части оружия. Дальность 5. Может быть даже меньше 5. Я его как-то... Сейчас мне нравится разбивать полностью его основную часть. А потом уже с мелкими расправляться. Ну и вот уж тут. Более мелкие остались. Поглядываем за щитом обязательно. У этого босса нет ничего, чтобы щиты пробивало, что очень, конечно же, хорошо. Но он все равно пока по нашим текущим технологиям немного неприятный. Немного. Поглядываем за щитом. Хорошо. 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 Еще раз. Хорошо. Так, все, пора. Пора улетать. Пора улетать. Ну, недалеко. На дистанцию выстрела наших пушек, да, у меня 5 орудий есть. И мы можем издалека немного поснайпить. Вот это приближение классное вообще. Это красота. Ой, даже дальности хватило. У меня одна пушка получается больше, чем на 20 стреляет. Все, 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 тормозим. Дальше не надо подлетать. Мне вот этот вот режим приближения прям очень нравится. Так, надо еще улететь немного, чтобы щит больше восстановился. Где там еще большие куски? Вот это вот самонаведение, да, с той пушки работает. Весьма неплохая такая тема. А, и тут еще у нас, да, стоит бластер, который... По-моему, у него вообще 15 дальность. То есть он не должен достреливать до этого. А ну, он и не достреливает, походу. Я, конечно, уже хочу побольше таких вот артиллерийских орудий поставить. Мне они определенно нравятся. И звук у них такой хороший, солидный. Когда они стреляют. А самонаведением с вот этим, это, конечно, да, красиво вообще. Получается так, мы там уже по кому-то стреляем. Давайте, давайте, сейчас. И, конечно же, лучше, чтобы пушки были одного типа. Потому что ими целиться тогда удобнее. Потому что часть тут... Да, вон, например, те же бластеры, или как они называются, болтеры. Которые сразу моментально в цель попадают. И те же пушки, которым надо упреждение. То есть тут по-разному, по-разному работать с ними приходится. Так. 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 Давайте, сейчас. Хотя щит-то мало восстановился. И пять минут, наверное, еще не прошло, чтобы... 30% отрегенить ему. Да, наверное, рановато. Я решил ворваться. Можно пока аккуратненько вон туда пролететь, собрать там немного барахла. И пострелять немного. Номного. Играет музыка Болтер Груборудный из наонита 92 эффективности В принципе нормально Часть почему-то Вот этих вот обломков Не летают и по-моему даже не Стреляют Как мне показалось Играет музыка Ну и спустя Недолгое в принципе время Зачистки вот этой вот всей мелочи Босс повержен Осталось собрать все это барахло Много желтого Даже красненьких Еще помимо того что мы собрали Несколько штучек еще есть Короче сейчас соберем Посмотрим Что там интересного нам выпало или нет И кстати вот торговец у меня Закончил очередное свое задание Да и теперь Следующее Почти на 2 миллиона чистой прибыли Так ну вроде бы все собрал Давайте посмотрим Что у нас тут Из интересненького Да это мы видели Это неинтересно Это маловато Десантники из 40 тысячного года Гордились бы вами Блин Про спейс маринов Да Отсылочка А что там Болтер С уроном по области С уроном Ну то бишь да Несколько блоков пробивать будет Правильно я так понимаю Тогда может быть Такой урон и не так Страшен Ну плюс еще до корпуса Куча урона И дальность в целом Неплохая Ну ладно Это интересно Взрыв Это надо даже проверить Я думаю Так Это неинтересно Это тоже неинтересно Так Так Ну и в принципе да Дальше Дальше барахло Такое себе Давайте посмотрим Ой Простите Простите Не туда нажал Все хорошо Мы живем По редкости Давай Болтер у нас Вот Ну и Один слотик Всего занимает В целом Неплохо Давайте какой-то Вот этот вот Неистовый лазер Заменим На этот Болтер Вперед его Поставим Куда-нибудь И Чтоб так Ради науки Посмотреть На отдельную Группу Мы его Назначим На Четверочку К примеру Перегревается Но это надо будет Да В деле Потом уже Проверить Так Хорошо Я хочу сейчас Еще разок И Поискать Собрать с него Добром Поэтому Попрыгали Ну Второй И Упал Быстрее Намного Быстрее Я только Вот первый раз Щит Отрегенил На 35% Может быть Потому что Я его Выпиливал По частям Сейчас Не разбирал На миллион Частей А каждую Часть Отстрелянную Сразу Выпиливал Может быть Так лучше Его Разбирать А может Быть Это Болтер Из-за Взрывов Он сразу Мелкие Эти Разбирал Может быть Тем более Мелкие Корабли Когда Отламываются На кусочки Ну Мелкие Эти Части И Они-то Без Щита Уже И по ним Идет Как раз На 250% Больше Урона От Болтера Но Надо Сейчас Найти Какую-то Цель Попроще Мы Когда Когда Чебурашка Пойдет Искать Друзей Мы На Этих На Недругах Болтер Попробуем А то Сейчас Пока На И Непонятно Было Так Короче Собираю Барахлу Там Фиолетовое Нам что-то Выпало Интересное Да Посмотрим И Тоже Красных Всяких Турелек Модулей Надропалось Неплохо И Все Более Кучно Из-за того Что я его Так Разбирал Сразу По частям И Не улетал От этих Частей Далеко И Собирать Лут Даже Удобней Мне Это Понравилось Вот Эта Попытка Была Прям Такая Комфортная Гораздо Быстрее Лучше Так Ну Давайте Сейчас Вот это Вот Желтенькое Соберем И В принципе Можно Уже Вроде Смотреть Да Что мы Получили Вроде Красно Желтого Больше Ничего Нет Хотя Там Сверху Что-то Виднеется Еще Где-то Да Ага Вот это Вот Соберем И Сразу Посмотрим А потом Я Уже Вне Записи Соберу Все Остальное Давай Тормози 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 Так Хорошо Псих Плазматический Болтер Это Не Просто Плазмомет Он Плазмокрут Урон По Щитам Область 12 Дальность В смысле Скорострельность Повышенная 134 ДПС В целом Норм Для Одного Слочка Вполне Надо Тоже Ставить Так Ну Все Остальное Не так Интересно Оказалось Да Ну Окей Давайте Сейчас Посмотрим На Вот Этого Психа Еще Тоже У Нас Как раз По-моему Второй Лазер Где-то Был Был Здесь Две Ячейки Стоп А Где Мой Болтер Куда Я его Поставил А Вот Он Здесь Да А И Один Слотик У нас Есть Как раз Для Этого Для Психа И Мы Его Поставим Отдельно На Пятерочку Пятерочку Говорю Давай Вот Так О Слушайте У него А Не Не Перегревается Нормально Довольно Долго Можно Стрелять До Перегрева И у Нас Как раз Комбо Вот Этих Болтеров Один По Корпусу Увеличенный Урон Наносит Другой По Щиту Ну У того Который По Корпусу Бьет Да У него Урон Поменьше Конечно Но Все равно Ладно Все Собираю Барахло И Двигаем Дальше И вот Первый Друг Для Чебурашки Сидит В угольной Шахте Давайте Мы Посмотрим Как раз Первым Делом Сейчас На А У них Щитов Нету Да Ни у Кого Ведь Правда Правда Ну Так Как-то по эти 20 урона На эти 20 урона Смотреть неинтересно Давайте посмотрим Лучше на болтер Где там болтер По 100 Ну там сразу Взрывы такие Идут На корабле Что я прям Не знаю Так-то его И не слышно И не видно Как будто бы Ладно Включаем Все Даже Сейчас Погоди Не стреляй Переназначиваем Все вот это На единичку Точнее На двоечку На единичке У меня Артиллерия И Где там У нас Пятерочка Вот эту Тоже На двоечку Все Не давайте Короче Будем спасать Друга И Покажите Ваши документы Ну Для всех Капитанов И все Они Одинаковые Шахтеры Смешанные Кто С Исследователем Кто С Торговцем Один Только вот Есть Комодор Вместе Шахтером Такой Вариант Мне Нравится Навигатор Договаривается О скидке Риск Попоза Снижен И Увеличен Одновременно В целом В целом Пойдет Такого Я Оставлю Из-за Удачливости И такого Я Пожалуй Оставлю Наверное Тоже Удачливый Риск Два раза Снижен Один раз Увеличен Договаривается О скидке Требует Более Низкую Зарплату Хотя Мы Наверное Даже Ладно Пока Всех Этих Оставим Три Раза Риск Попасть В засаду Снижен Тоже Неплохо Вроде Как Исследователь Вместе С Шахтером Скромный Такой Скромный Не только По поводу Из-за того Что черта У него Такая Есть Но и Всего Три Бонуса Ну и Два Два Понижения Шанса Попасть В засаду Неплохо Но Вот Такого Я Наверное Высажу Сразу Да Мастер Связи Тоже Да Это Все У нас Ну вот Кроме Последних Двоих Короче Два Еще Исследователя И этого С Шахтером Смешанный Удачливый Я Такого Оставлю Три Раза Снижение Шанса Попасть В засаду Торговые Команды Выполняются Быстрее Приносят Больший Доход Торговых Команд Для Исследователя И для Шахтера Скорее всего Не будет Но Три Понижения Шансы Попасть В засаду В принципе Можно оставить Можно будет Подумать Когда Кого-то Из этих Убрать Потому что Столько Шахтеров Нам Не надо Шахтеров Исследователей Я думаю Ну посмотрим У нас Там Есть Куда Еще Отправить Снижен Два Раза Увеличен Быстрее Выполняет Команды Торговка Это тоже В принципе Можно оставить Надо Короче Подумать Будет У меня Есть Еще Два Задания Два Потерянных Друга Где-то Еще Осталось Вот Здесь Один И Здесь Аж Второй Блин Я наверное Хочу Их Сегодня Тоже Посмотреть Надо Короче Двоих Каких-то Товарищей Отсюда Убрать Ну Или Мы Вот Этого Капитана Можем Собиратель Вместе С Исследователем Не Самый Интересный Вариант Конечно Но В целом Пойдет Я думаю Мы Вот этого Можем Послать Как раз Сейчас Копать На том Утилизаторе Который Мы Сейчас Из Нашего Склада Сделали Который Который Нас Ждет Не Дождется Этого Капитана Контрабандиста Простого Мы Уберем Наверное И Поищем Я думаю Контрабандиста С Сдвоенной Какой-то Профой Более Интересной Но тут Конечно Да Чтобы Наролить Именно Какого-то Бойца Сорвиголова Ну Или Накрайняк Этого Комотора Вместе С какой-то Рабочей Профой Нужно Нужно Пофармить Именно Наверное В каких-то Действительно Военных Зданиях Хоть Как-то Военных На Судоверфях Как на Крайняк Там на Каких-нибудь Вот На Военного Аванпосту Еще на Каких-то Других Станциях Подобных И поискать Там под Такие Задания На поиски Друга Ну В общем Сейчас Я Кого-то Надо Убрать Короче В любом Случа Давайте Я Вот Эту Торговку Уберу Черт С ней У нас Вот Это Интересно Интересней Поэтому Вот Это Высаживаем Говорю Высаживаем И Двоих Сейчас Еще Пойдем Возьмем Вот Это Я Наверное Тоже Все-таки Уберу Там Три Шанса На Ну В общем Да Короче Все И погнали Еще Поищем Двух Друзей Может С ними Повезет И они Не будут Шахтерами Так И тут У нас Что-то Еще Есть Забираем В принципе Неплохой Этот Неплохая Плазма И О Блин Два Раза И Черт Ну ладно Я Я Его Сейчас Разберу Я Его Сейчас Разберу Давайте Только Мы Быстренько Может быть Сейчас Глянем Что Я Пособирал С Пиратов Как Минимум Одна Фиолетовая Пушка Выпала Плазменная 250 Урона Счету 10 Дальность 150 Урона Ну Именно ДПС Так Давайте Сейчас По Редкости Они Так По Редкости Отсортированы Силовая Неинтересно Ремонтная Это Тоже Неинтересно Ну Не густо Не густо Куча Синего Барахла Больших Орудий Каких-то Серьезных Нет И снова Ничего Так 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 А по Модулям Давайте Глянем А по идее Мы можем Все это дело Рассматривать Вот здесь Просто если Мы на паузу Нажмем Правда О да Можем Пауза Да И Мы можем Спокойно Тут Смотреть Тут удобнее Конечно Я режим Строительства Открыл Потому что Там у нас Пауза Снова Собралось Уже Даже больше Пятиста Предметов Надо Короче Снова Будет Сейчас Собирать Разбирать Десять Вот таких Пулеметов Ну Короче Ничего Интересного Где Там И И Не Не Подожди Стоп Отключаем Автопилот Сейчас я с ним Разберусь Все же Давайте Кстати Посмотрим Как я Вот В прошлый раз Его убивал Да Так И сейчас Попробуем Побыстренькому Стоя на месте Практически Вон Часть По-моему Отвалилась Да Да И мы Ее Сразу Измельчаем Измельчаем По максимуму На большую Часть Которая Улетает Внимание Пока Особо Не обращаем Со всей Вот Этой Мелочью Сейчас Разберемся Все Так Вроде Более-менее С теми Разобрались Давайте На основную Часть Переключимся Все Счета Нет А теперь Снова Есть Надо Ближе Наверное Подлететь Немного А то Часть Орудия Не достреливает Просто Напросто Часть Сейчас У нас Первый Раз Я надеюсь Заканчивается Сейчас Восстановится На Тридцаточку Да Ну Ну, щит нам сняли в этот раз. Полностью успели, такие заразы. Ну, я тоже много мелких обломков поставляю. Это надо сразу их добивать полностью. Продолжение следует... И вот последний кусочек. Ну, достаточно быстро все равно уже получается по сравнению с первыми попытками. Да, тут уже не нужно улетать. Главное, да, наверное... Как только он начинает дробиться, сразу эти... Отдельные части пытаться уничтожать по полной. Так, вон там что-то фиолетовое еще выпало. Помимо стандартного модуля этого артефакта. Легендарное автоматическое... Не, ну, тоже как бы неплохо. Че? Что у нас тут? Быстро посмотрим сейчас по красным предметам. Да, наверное, желтые... То такое. А вот красные турельки посмотрим. Они бывают весьма... Интересные. Это... Это не одна из них. О, что-то... Тупо одни эти падают, да? Защитное орудие и все. Короче, только одна вот эта вот желтая штука осталась. Там еще пару желтых. Тройка желтых и все. Ну ясно, ладно. Полетели спасать друзей. Так, тут у нас какая-то серьезная заварушка начинается. Во-первых... Здесь пираты уже... По тысяче, по две тысячи ДПС. Потому что мы немного дальше отлетели, да? Последнее задание. Это уже, наверное, трениевый сектор, мне кажется. Плюс прилетели еще пираты дополнительно. Как я понял. За торговцем, за каким-то залетным. Это... Торпеда дурацкая. И он, да? Со щитами. Ребята уже... А, это к сотам и прилетели. И он еще, и да, он что-то, что-то такое делает. Полетел я, короче. Полетел я, короче. Этот корабль я терять не хочу. Я не знаю, как мы тут справимся, не справимся. Может быть, пираты нам помогут даже. Ну или кто-то с пиратами расправится, я не знаю. Давайте, может, пока будем по вот этому кораблю работать. Не подпуская другие к нам. Получится. Вот это вот дурацкая у него способность. С квантовым скачком. Так. Тихо, 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 тихо. Вот этого надо, наверное, даже грохнуть. Короветк сотамский. Но он быстро развалился. Это норм. Ну давай, давай, добей его, добей, добей. Отлично. Отступаем, отступаем. Тут вот реально серьезная битва у нас. Там, правда, пираты что-то заскучали. Если это пираты. Так. Короче. Не, вроде бы стреляют тоже пираты по этому. К квантовому к сотану. Но я проще с пиратами разберусь. От их полутора тысяч ДПС я избавлюсь. У этого две тысячи он. О. Блин. Быстро, быстро. Быстро. Покажите ваши документы. Закрыть. Добро пожаловать. Улетаем. Быстро. Отлично. Мы его взяли. Полетели. Ага. К сотанские охотники. Давайте мы с этим с квантовым разберемся. Мы... По-моему, получили технологию. Из... Как он называется? Боже мой. Истриняя. Строительство. А ну-ка. А, нет. Это какой-то модуль. Какая-то турелька. Я думал, если мы этот сектор зачистим, да? Ну, убьем всех пиратов здесь. О, боже мой. Может, мы получили? Я не обратил внимания. Может быть, такое? Не, не получили вроде. Так, кто-то, по-моему, другой по нам стреляет, да? Нет, вроде только этот есть. Какие-то выстрелы непонятно откуда идут. Но щит у нас еще пока держится, что самое главное. И мы можем еще 30% от регения. Щит вроде не падал. Полностью. Дурацкий этот квантовый скачок. Раньше у нас, по-моему, только один босс был такой. Не поседа там, или как-то так его звали. Или были раньше такие корабли, я вот не помню. Может, они не так прям рьяно прыгали? Да, елки-палки. Хоть бери и отключайте турели защитные. Чтобы они его не провоцировали. Ну, вроде есть иногда время, чтобы по нему пострелять, и ладно. У него 100 тысяч корпус. Помимо его вот этой вот дерганности дурацкой. Вот уж за спину нам, пока мы развернемся. Ты не вздумай там щит восстанавливать. О, на 4 тысячи бахнули. Так. А, мы не можем их отключить, да? У нас нет такой темы, походу. Или если задать им клавишу... А, ну правильно, я клавишу не задавал. Они по умолчанию просто выведены на экран. Да ладно, ему уже ничего тут почти не осталось. Сейчас добьем уже. Просто можно было отключить все орудия, кроме... Больших самых пушек хороших. И бомбить только большими, чтобы уж точно много урона заходило. Так. Там у нас угольная шахта. Давайте посмотрим, где у нас что-то есть интересное. Синих немного модулей. Часть из них наверняка торпеда. Давайте мы с остальными, наверное, ксутанами разберемся. И глянем на капитана. Но этот капитан хороший. Торговец, сорви головой, уже прекрасно. Больше опыта. Быстрее выполняет команды. Риск попасть в засаду снижен два раза. Риск попасть в засаду увеличен. Доход увеличен тоже. Но в целом неплохо. Там вон какой-то синий модуль. Пойду я его заберу, наверное. Ну, с остальными, я думаю, разобраться уже проблем... Как бы не должно быть никаких. Сейчас зачистим и... И что там у нас дальше по плану? Да, собрать утилизатор второй. Капитана ему перекинуть. И отправить утилизировать. Может быть, даже на третий какой-то хватит корабль. Наверное, третий тоже соберу и... Три корабля отправлю на утилизацию. Барахла всякого. Но надо пособирать пока тут немножко. А, кто-то нам вообще свалили уже. Заскучали. И ладно, я не против. Ну вот. Наконец-то собрал я трех утилизаторов. С новыми капитанами. Двойными. Главный у нас будет капитан-собиратель вместе с коммодором. На этом корабле... Проще, наверное, так как-то посмотреть будет. Где мои утилизаторы? Вот. Здесь у нас капитан с коммодором. Это два корабля обычных, да? Стандартных, титановых, фактически, полностью. Чисто торговых. Ну, грузовых, точнее. На которых стоят утилизаторы по 10 штук. Вот этих новых, которые я сделал. И этот корабль, я на него два отсека с грузовым... Ну, два грузовых отсека заменил на щиты. Чтобы прочность была больше. Чтобы, ну, чисто в качестве корабля поддержки он идет. На нем тоже там утилизаторы стоят. Какие-то простенькие, как и были у нас. Вот. И десяток... Чуть больше десятка именно боевых орудий. Он у нас тоже с коммодором. Ну, шахтер, да? Но от шахтера здесь дополнительно просто две боевые турельки. И как бы, в принципе, все. Ну, и коммодор дает нам тоже... Точнее, коммодор дает две боевые и две небоевые с шахтера. Вот. Как-то так. И вот эти ребята, в принципе, уже здесь копают гораздо лучше. Ну, копают. Добывают металлолом, чем прошлые. Если ставить даже на 6,5 часов, то второй уже дает... Второй корабль дает уже столько же вероятности засады. Даже, по-моему, меньше, чем прошлые три, которые в прошлой серии мы потеряли. Вот. А третий еще снижает немного. Я думал, конечно, что третий больше даст снижение. Но в целом... И ресурсов, да, заметно-заметно больше здесь. 341 предмет мы получим за эти 6,5 часов. Все равно нам не хватает грузового отсека. 25% времени мы... Ну, короче, на 25% мы, фактически, ресурсов могли бы еще больше получить, если бы грузовые отсеки у нас были посолидней. Вот. Но эффективность урона уже 100%. У нас раньше еще и эффективность была всего лишь там... Тоже 75 или 70 даже. Что-то такое. Вот. Короче, отправляем всех троих. Пусть копают. Отличненько-отличненько копать будут. А мы, тем временем, на нашем главном корабле отправимся вот сюда. И нас интересуют... Нас интересуют контрабандисты Боттона. Я думаю, там они будут. Вроде так это работало. Нам любые контрабандисты подходят. И там будет корабль, с которым мы можем поговорить насчет Боттона. И... Давайте мы, наверное, какое-то отделы здесь из щитов заменим на грузовой трюм. Потому что нам понадобится по этому заданию грузовой трюм. Попробуем, короче, сейчас вспомнить, что там с Боттоном. 300 вместимости. Хватит ли нам 300 вместимости? Если честно, не помню вообще. Давайте, может быть, еще один. Вот так, 500-очку. Ну, пусть будет, пусть будет. Так. Давайте сейчас посмотрим еще, что там у нас. А, это торговец. Окей. Короче, попрыгали пока. О, точно. Это я немного не туда прыгал. Я тут прыгал по секторам, которые у нас по заданиям новых фракций из DLC Черный рынок пооткрывались. Там были жилые станции какие-то, да? Что-то такое, как-то так. Вот. Жилые комплексы. И сейчас я когда к этим местам попрыгал, то жилых комплексов там уже не было. Нам надо вот сюда. Здесь у нас укрытие контрабандистов. Немножечко я промазал. Промазал. Не посмотрел, куда лечу. И тут как раз вот контрабандисты ботана. Там даже написано, что есть. Так. И нас интересует... Кто нас из них интересует? Наверное, вот этот вот грузовой корабль, да? Да. Грузовой транспорт. На связи грузовой транспорт такой. Это как дела? Нет? А, вон еще у нас тут кто-то есть. Во, вот кто нас интересует. Контрабандист. Да. Контрабандисты ботана. Правильно. Вот они. Так. Привет. Хотите заработать кучу денег за простое дело? Конечно же хочу. Хорошо. Нужно всего лишь доставить этот груз в только что отправленную вам точку. Пожалуй, дело плевое. Так. Давайте мы вот так вот сразу... У-у-у. Ага. Плевое дело через два разрыва облететь. Ну ладно. Полетели. Груз-то я хоть получил? Есть у нас, да. Подозрительный товар. И вот тут-то нам бы пригодился... Или капитан-контрабандист. А я, да, распустил своего только что. Или... Старого, который у меня был. Устаревший. Второго ранга. Я распустил. Или, короче, модуль, который... Защищает, типа, нас от... Сканирования, типа. Ну, я думаю, мы и так пролетим. Всегда так пролетали, так что, я думаю, норм будет. Может быть, тут даже... Через путешествие было бы проще, чем облетать. Ну, мы уже так летим. И летим. Посылка это задание на открытие черного рынка. Я сейчас просто альтабнусь, да? И все. И мы на месте. Вот так вот пока сделаем. Но там ботан может быть пожестче, чем хотелось бы. Я бы, да... Ботан сам по себе босс... Задание вот это вот на него мы сейчас начинаем выполнять. Он довольно простой. Он вообще второй босс, по идее, после... С вокса. И должен быть сложнее, вроде как, чем ботан. Или просто так складывалось, что... Я всегда бота на первом убивал. Хотя, нет, по-моему, раньше, в прошлом сезоне, я пока бота наискал, то мне и попался, и пришлось его убивать. Вроде так было. Ну, в любом случае, прыгаем, посмотрим, что у нас получится. Может, мы, кстати, сейчас босса убивать этого и не будем. Может быть, потом в другом месте где-то... Он в итоге будет. Ну, посмотрим. Ну вот. Мы благополучно долетели. Достаточно быстро. И вот наш ботан. Давайте подлетим к нему поближе, пока он ничего не делает. Посмотрим на него характеристики. Потом свяжемся с ним. Огневая мощь всего 2000 омикрон. Урочность счета такая нормальная, нормальная. Нормально. Ну, давайте. Ваш товар у меня. Отлично. Давай немедленно. А как же оплата? С оплатой разберемся, как только груз будет у меня на борту. Откуда мне знать, что вы мне заплатите? Ну да. Но если будете и дальше меня донимать, я вообще платить не буду. Ну, ладно. Отдаем ему груз. Похоже, все на месте. Большое спасибо за сотрудничество. Мне пора в путь. Ха-ха-ха. Окей. Задание выполнено. Хорошо. И мы письмо получили. Как у нас все через письма в этот раз? Так, что там у нас? Сейчас заберем вот это. Окей. Враг моего врага, мой друг. Привет. Похоже, вас предали и ботан, и его контрабандисты. По-моему, у нас появился общий враг. Я хочу с вами сотрудничать. Встретимся в точке такой-то. Друг. Окей. Ага. Так. Полетели. В принципе, я думаю, если у него будут такие же характеристики, то мы должны будем с ним справиться. Но нам сейчас надо будет собрать материалы для того, чтобы сделать штуку, которая не позволит ему упрыгивать. Блин, там модуль еще придется один какой-то менять, чтобы ее поставить, по-моему, да? Что-то мне так кажется. Ну посмотрим. И вот наш новый друг. Корабль Грорм. Тоже от контрабандистов ботана. Привет, друг. О вас говорят удивительные вещи. Может, вместе нам удастся остановить ботана? Как нам его остановить? Ботан трус. Он ничего не делает сам. При малейшем намеке на бой он тут же совершает прыжок в безопасное место. Чтобы его поймать, нужно отключить его гиперпространственный двигатель. Кто такой ботан? Это контрабандист, действующий в этих секторах. Точнее, он предоставляет другим работать за него. Он ничего не делает сам. Да-да-дам. Да-да-дам. Несколько месяцев назад ему в руки попали гиперпространственные технологии ксотанов. Я интегрировал их в его корабль. Теперь он может совершать прыжок в три раза дальше и в пять раз быстрее, чем другие корабли. И поймать его не может никто. Но прогнав меня, он совершил большую ошибку. Он не знает, что я могу отключить его драгоценный гиперпространственный двигатель. Ладно, я помогу тебе, да. Поскольку я вынужден находиться здесь, вам нужно доставить мне все детали для изготовления отключающего луча. Список деталей я отправил на ваш корабль. Возвращайтесь, когда их достанете. Меня не волнует, как вы их добудете делать все, что нужно. Просто добудьте мне эти детали. Так. Давайте посмотрим. Враг моего врага. Вот так мы сделаем. Так. Ускоритель нейтронов. Один, два, один. Вроде бы по чуть-чуть всякого разного надо. По чуть-чуть. Так. И давайте посмотрим. Так. Наверное, фабрика ускорителей не с большой буквы, да? Ускоры. Ускор. Во. Ну-ка. Фабрика ускорителей. Хорошо. Давайте сразу прыгаем сюда. Возьмем здесь сразу то, что нам нужно. Так. И на этой станции, на фабрике ускорителей L мы можем купить ускоритель нейтронов. И ускоритель электронов. Один. Стоимость меня не особо тут волнует. Тут слишком мало товаров, чтобы париться по поводу их цены. Сейчас. Термоядерный генератор. Трансформатор. Полупроводники. Мы можем посмотреть. Тут торговая станция есть. Где-то. Ну вот. Посмотреть, что здесь на торговой есть. Ничего. Вот, да. Ну разве что инвертор энергии. Да? Да. Пойдем купим. Тем временем первая поставка от наших утилизаторов пришла. Неплохая такая. Йоп. Не успели посмотреть мы на нее. Слишком быстро прыгнули. Вот и. Не узнать теперь. Получил я эту. Желтенькую. Хоть и ремонтную. Да? Но все-таки. Турельку. Где-то. Где-то по дороге. Когда-то. Давным-давно еще. Или. Именно с этого выпало. С утилизацией. Ну ладно. Покупаем 8 полупроводников. Так. Нам осталось 2 процессора и 6 трансформаторов и 2 термоядерных генератора. Термоядерные генераторы. Так. Процессоры. И трансформаторы. Так. Все есть. Осталось теперь только все это вернуть нашему другу. Так. Ваш товар у меня. Отлично. Я построю систему. Это минутное дело. Вот. Установите у себя на корабле это устройство. Оно позволит вам разрушить гиперпространственный двигатель Боттона. Только помните, что при использовании эта система может уничтожиться. Вполне может быть, что у вас есть только один выстрел. И тут запись заглючила. А Вориан, конечно, что-то совсем не дружит с программами записи. Увы. Но я почти вовремя заметил. В принципе, ничего важного мы не потеряли в этот раз. В этот раз, да? Посмотрим, как дальше пойдет. Но вроде не очень часто такое случается. Поэтому надеюсь, прорвемся. Короче, вот этот модуль, который я получил от нашего друга за предоставленный ему товар. Он быстренько его сварганил. Я диалог не стал вырезать, который в заглюченном виде у нас был. Вот, чтобы было понятно, что там происходит. Вот. И теперь я точно так же вернулся за подозрительным товаром. Получается, вот сюда контрабандистом. Да, у меня только два места с контрабандистами. Я не стал искать. Тут где-то поближе. Вот, вернулся и теперь мы можем еще раз попробовать доставить эту посылку Ботону. И теперь уже используем вот эту вот штуковину. Я, правда, не помню, как там это будет сейчас работать. Нам нужно что-то делать или все автоматом там пройдет? Да, я в... То, что было вне записи, это я торговца переправил. Теперь вот сюда. Он теперь торгует... Тут. Тут более-менее неплохая прибыль. Я думал, может быть, она еще больше будет. Вот. Но я капитана просто переправил, поменять сюда думал капитана. На нашего сдвоенного капитана с этим сорвиголовой. Но смотрю, что и так без того капитана он нормально тут работает. 9% шанс на засаду. Вот. Ну, короче. Пусть, пусть, пусть работает. Давайте подлетим поближе к ботану сейчас, чтобы сразу начинать стрелять по нему, как только диалог закончится. По-моему, нам активировать вот эту штуку не надо, да? Да. Вроде ничего. Несъемно ее тоже ставить не обязательно. Вот. И вот такой вот у нас ботан. Наконец-то мы до него добрались. Серия затянулась у меня прям очень долго с этим поиском друзей. Для чебурашек. Огневая мощь 1.9. Корпус 76. Давайте говорим. Уничтожить гиперпространственный двигатель. Бам. Вот так. Зарядка. Гиперпространственный двигатель уничтожен. Ваш товар у меня. Постойте. Опять вы к черту. Я так не играю. Что? Почему прыжок не работает? Потому. А, у него даже счета в этот раз нет. О. Это намного проще, конечно, да. Это, да. И мы получили вот такой вот артефакт. Дальность прыжка плюс 7. Перезарядка минус 50. Энергия минус 80. Хороший, конечно, модуль. Ну, да. Опять же, только несъемная установка. И фармить... А, этот модуль не уничтожился. Этот говорил, что модуль может уничтожиться. Хорошо. В принципе, ботана тоже можно будет пофармить. Что-то из него еще выпало. Кроме этой штуки. И я что-то не вижу. По-моему, разве красного ничего не выпадало? А, турель, наверное. Турель. Че я? Че я? Не сюда, а вот сюда. Оу. Не турель, а знание строительных технологий. Истриняя. Черт. Я собрался в следующей серии эти пиратов убивать ради этой строительной технологии. Но, окей, я не против. Я не против. И все. Да, больше ничего, в принципе, интересного. Переработайте весь корабль целиком. ДПС. 1200. За один слот. Кстати, слушайте. Классная тема ставить на какие-то, вон, корабли, ну, которые воевать точно не будут, да? Просто, чтобы поднимать им ДПС. Ага. Да. Наверное, тоже с него выпало, да? Скорее всего. Ну, окей. В общем, на сегодня мы закончили, я думаю. Я сделал все, что я планировал. Даже немного больше, я думал. Я парочку капитанов только возьму, а я все задания повыполнял на поиске друзей. Вот. Но, да, все капитаны оказались шахтерами. Я надеялся, что хотя бы часть из них будет не шахтерами. Ну, как есть. Как есть. Все. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok